здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по телефону адвокат алекс шмерлинг здравствуйте алекс добрый день и так верховный суд отклонил апелляцию группы вкладчиков финансовой пирамиды которые пострадали от мошенников как они считали они обращались с иском признать государство виновными в их бедах и возместить им ущерб и как я уже сказал верховный суд отклонил эту апелляцию вот мы с алексом шмерлингом и поговорим о подробностях этого дела потому что насколько я знаю вы были непосредственно причастны к нему первый вопрос для тех кто не знает расскажите пожалуйста в двух словах о чем собственно говоря идет речь речь идет об афере достаточно крупномасштабные которую проверил провел провернул на самое подходящее слово больше 13 лет назад в 2005 2006 году небезызвестный сегодня уже всем известно что мошенник григорий лендер который по сей день насколько мне известно продолжает отбывать наказание в израильской тюрьме речь идет об компании которая имела такой громкое красивое название роснефтегаз инвест хотя он не имел никакого отношения ни к россии ни к нефте ни в газу по большому счету выстроена она была по принципу самой обыкновенной пирамиды в ходе которой у населения города израиля достаточно благополучно и без особого труда были изъяты около 60 миллионов шекелей понятно что при этом вся эта афера сопровождалась собственно основывалась на такой весьма и весьма крупномасштабной рекламной рекламной кампании которая обещала два процента в месяц доходов всем всем инвесторам слово это нужно конечно же взять в кавычки когда вся эта история лопнула лопнула она тоже при довольно интересных обстоятельствах вообще во всей этой истории очень много пикантных моментов и наверное эту тему скорее всего когда-нибудь будет снят если не фильм то как минимум написан роман о том что происходило поэтому я не буду останавливаться на деталях отмечу только что и григорию лерниру удалось не только благополучно наворовать его населению кучу денег но избежать во-первых переправить эти деньги да без особого труда за границу а во вторых во вторых скрыться из израиля он по подложному паспорту уехал в бараквай исключительно в силу случая а может быть в силу силу других обстоятельств конечном итоге он там был обнаружен привезен обратно в израиль сразу скажу что подвела подвела григория лернира любовь к выпивке он был найден на улице пьяным в состоянии белой горячки то что он и таким образом опознан и доставлен возвращен в израиль и как я уже сказал был привлечен к суду и отбывает поныне наказание мы свое время предъявили от имени довольно большой группы вкладчиков больше 400 человек иск против государства израиль поскольку сама по себе ситуация в ходе которой при которой в течение полутора лет человек совершенно скажем так без безо всякого беспрепятственно проводил вот эту вот вот эту вот реализовывался на грустную пирамиду откровенную явно и очевидно используя мы невежество может быть наивности незнание законов и правил выход из бывшего советского союза она сама по себе казалась нам чрезвычайно скажем так неприглядной более того когда мы залезли в дело мы обнаружили целый ряд фактов которые свидетельствовали а вопиющий а вопиющий с моей точки зрения халатности со стороны всех учреждений органов в первую очередь призванных следить за соблюдением законности в стране и в первую очередь полиции и службе по по контролю за ценными бумагами к сожалению к сожалению на материалы этого дела наложен запрет на публикацию вопрос о снятии этого запрета будет рассматриваться 12 мая в окружном суде города тель-авива до тех пор пока этот запрет не снят у меня нет возможности рассказать по публике рассказать на рассказать телезрителям и радиослушателям о том о том какие именно факты мы вскрыли кстати скрылись эти факты достаточно случайно по ошибке прокуратуры прокуратура конечно хотела бы скрыть очень многое из того что стало известно нам мы получили доступ к очень интересным материалом и надо сразу сказать что прокуратура неоднократно на протяжении всего процесса стремилась к тому чтобы воспрепятствовать и помешать нам использовать эти материалы в ходе процесса и так или иначе факт скажем так выпьющий халатности со стороны правоохранительных органов в этом деле на лицо вместе с тем на всех этих аргументов к сожалению не хватило нам для того чтобы увидеть суд в том что государство обязано при этих обстоятельствах компенсировать жертвам этой пирамиды понесенный ими ущерб али скажите пожалуйста суд не согласился с доводами защиты и с тем что претензиями вкладчиков посчитав что они сами как бы должны были предусмотреть те риски которые были заложены но опять таки наверное мы вернемся к этой теме еще когда будет снят запрет на публикацию о котором вы сказали у меня к вам только такой технический вопрос пока что решение верховного суда в этом деле означает точку окончательную дам к сожалению да поскольку суд рассматривал то дело о котором сейчас говорите решение которое было дано опубликовано два дня там назад это решение по нашей апелляции против решения окружного суда этому предшествовало решение окружного суда города тель-авива который отклонил наш иск а верховный суд оставил это решение в силе понятно алекс большое спасибо за ваш комментарий всего вам доброго всего наилучшего напомню что с нами на связи по телефону был адвокат алекс шмерлинг до свидания и я хотел только сказать вам жалстали что это никамина в данном случае это все-таки не комментарий я не комментирую это это событие я вам рассказываю в том смысле что я упрямую его участник это процесс который вел 13 лет и он кончился весьма нежелательным нам собрал замечание принимается я надеюсь еще раз говорю когда будет снят запрет о котором вы упоминали мы сможем более подробно об этом поговорить прекрасно спасибо вам до свидания